Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы опять по вашим заявкам отвечаем на вопрос. Были такие вопросы, людей интересуют, какие праздники, какие торжества тут в Корее люди отмечают и как их отмечают. Я хочу сказать, что вот сколько лет мы здесь живем и праздников тут вообще-то очень много, государственных праздников много. Я сужу по тому, как в календаре красные дни, во-первых, и наши родственники отдыхают. Но среди этих праздников, конечно, особо выделить надо те праздники, те торжества, которые в обязательном порядке считается, что каждый кореец должен эти праздники отмечать. Это повелось издревле. Так, например, считается, что корейцы обязательно должны отметить годовщину со дня рождения ребенка. Вот ребенку годик исполнился, и это торжество. Затем отмечают обязательно свадьбу. Женятся молодые, считается, что это вот обязательно нужно отмечать. И третья дата обязательная, это так называемая хангаби, называемая. Вот у нас там в Казахстане это слово точно так же звучит, и вот нам тоже там отмечали. Что это значит? Это хангаби, это 60 лет, значит, со дня рождения. Откуда это повелось? Вот все вы прекрасно знаете о том, что да, с самого начала, значит, Корея изначально была очень бедная страна, еще в середине 19 века, 1800-е годы люди очень бедно тут жили, вообще страшная беднота была. И, конечно, продолжительность жизни была очень маленькая. И вот если ребенок родился, да, и он дожил до года, то за великое счастье люди считали, что ребенок дожил до года. И если он дожил, то, конечно, они отмечали ребенку годик. Да, значит, теперь, значит, отмечали обязательно, ну, свадьбу, это понятное дело, обязательно тоже отмечали. И вот я хочу сказать, что еще юбилей, так называемый 60-летний юбилей, тоже отмечали. По статистическим данным, значит, раньше люди в Южной Корее, в 19-м, в начале 20-го века, продолжительность жизни была очень маленькая. И, значит, статистические данные говорят о том, что в среднем люди доживали, в среднем, до 47 лет. Это был средний возраст. Да, с детства до 47 лет. И если человек, ну, редкий. Нет, это бедные слои. Да, бедные слои. А дворяне? Дворяне, да, к 60 годам приближался их возраст. И, конечно, у них уровень жизни был выше, и поэтому и статистические данные говорят о том, что средний возраст был 59 лет. И если человек до 60 лет доживал, это был великий праздник, конечно. И, ну, и считалось, что нужно обязательно отмечать. Теперь мы, корейцы, которые были депортированы, значит, в Среднюю Азию, они в Казахстан, в Узбекистан и так далее, они переняли эти традиции, то есть стали тоже там отмечать. Конечно, уже стали дольше жить люди, но традиция эта осталась. Я помню, когда у меня были дети маленькие, мы, конечно, им годик обязательно отмечали. Хочу подробно остановиться на годике. Да, это был великий праздник. Обязательно накрывали столы, да. Но раньше не было такого, даже когда мои дети росли, не было такого, что прямо вот в ресторан люди шли, пышные эти столы накрывали. Мы дома отмечали. Даже наши внуки вот маленькие, да, рождались, мы дома отмечали. Но по традиции делалось так это, значит, до обеда где-то, до 12 часов, ну, с утра, накрывали вот такой традиционный низкий столик, корейский традиционный, и одевали ребенка в праздничную одежду. Конечно, я своих детей не одевала, потому что национальную одежду там невозможно было достать. Мы просто их нарядно одевали. В настоящее время, вот, проживающие там в Казахстане, я знаю люди, всеми правдами, неправдами стараются достать национальный костюм, будь то девочка, будь то мальчик. И очень часто ребенок в годик выходит, значит, к гостям в национальном костюме. Ну, сейчас люди могут себе, конечно, это позволить. И вот накрывается ребенку этот стол. И прямо так и произносится, преподносим ребенку первый стол. Вот так, если с корейского перевести. Ребенок, значит, как, получает, что ли, первый в своей жизни стол. Этот стол стараются обязательно, конечно, празднично украсить, накрыть. На этот стол кладутся вот вещи. Раньше, когда бедные были люди, то, ну, клали вещи, например, если девочка, там, иголку с ниткой, ножницы, там, что еще, ну, ручку, бумагу, ну, книжку. Вот, я помню, мы детям своим книжки клали. Затем, значит, обязательно в чашках рисовый хлеб клали. Потом, значит, фасоль клали. Обязательно я помню. И ребенка, значит, родители прямо торжественно за ручку выводили к столу. Он подходил, ребенок, к столу, конечно, у него прямо глаза разбегаются, он смотрит, некоторые вещи вообще он первый раз в жизни видит. И считалось, если ребенок взял какую-то вещь, вот что-то ему приглянулось, ну, например, ножницы он первый раз вот увидел. Естественно, он ножницы возьмет, то, ну, все будет, например, портным. Или если ребенок взял ручку, значит, все будет каким-нибудь руководителем или ученым будет. Значит, ну, старались, конечно, вот эти вот сейчас чашки с хлебом, с кашей старались на тот край стола класть. Потому что я помню, еще, ну, мои старики наши говорили, если ребенок потянулся к хлебу, ну, это не очень хороший признак, что, мол, вот он будет по своей жизни голодать будет, да. И поэтому старались, я помню, на тот край, чтобы ребенок не мог дотянуться. Ну, как бы на ближайшие потом, значит, обязательно родственники. Родственники, когда он уже взял там кое-что и уже к концу подходил, начинали все деньги бросать. И ребенок, конечно, вот так вот подходит, ага, смотрит, деньги тут вот так смотрит и берет эти деньги. Я помню, внук наш, да, внук наш точно, брал эти деньги, почему-то он вот так брал и их на пол кидал, на пол бросал. Ну, мы, конечно, подбирали, все ему складывали, все. И церемония эта, она надолго не затягивается, ну, буквально несколько минут. Все приглашенные гости, это родственники ближайшие, а гости там, друзья и так далее, они приходят уже к тому моменту, на который, к тому часу, на который пригласили гостей. А столик ребенку делают где-то до обеда стараются, к этому моменту собираются только ближайшие родственники, родители, бабушки, там, тети, дяди и так далее. И бывает, что очень много денег туда бросают. Сейчас очень часто можно видеть, как доллары туда бросают. Вот лично мы Улану нашему годик отмечали, мы, конечно, поехали туда, Уланчик наш в этом национальном костюме, шапочка у него такая. И помню, мы туда, конечно, доллары бросали. Лично мы бросили туда тысячу долларов, и он стал эти деньги тоже, конечно, брать. Но это признак, говорят, о, значит, будет богато жить, да, вот таким образом. Потом, значит, ну, например, гостей пригласили не к обеду же, где-то на вечер, стараются, сейчас стараются, хозяйки умные стали, они стараются не заморачиваться, в ресторанах арендуют, допустим, заранее, за несколько дней, да, заказ делают. Настолько-то, вот, допустим, человек, стол накрыть, приходят, уже там все накрыто. Хозяйке не надо париться, все это готовить, ну, традиция сейчас такая пошла. И, значит, приходят, в основном, конечно, гости приходят, и они в подарок тоже в основном приносят деньги. Ну, редко-редко кто, может быть, подарки приносит ребенку, а в основном это конверты. И, вы знаете, мне всегда вот интересно, когда хозяйка, ну, например, этого торжества, она, у нее обязательно через плечо сумочка висит, куда она должна складывать эти, в общем, конверты с деньгами. Вот так ребенку отмечают. Да, это и у нас также. Теперь, значит, здесь, вот, в Южной Корее то же самое. Значит, ребенку обязательно годик отмечается, сейчас вот тоже стол ему преподносят, это так прямо называют, да. И потом, значит, кладут уже на стол, вот мы заметили, сейчас уже шагают в ногу со временем, понимаете? Вплоть до того, что могут даже вот этот фонендоскоп положить. Вот мы видели, как столик там, чего там только нет. Они желают, чтобы их ребенок там, допустим, врачом стал. Фонендоскоп, конечно, ребенок сразу смотрит, какая-то вещь незнакомая, за фонендоскоп хватается там. Или, допустим, вот, судьи, когда вердикт выносят, молоточком стучат по этому, значит, такой молоточек где-то они достают. Ну, в общем, современные, гаджеты могут даже положить, да, потом, значит, телефон, например, могут положить, или там компьютерная мышка, допустим, там и так далее. То есть стол ребенку стали преподносить современный, что ли, но, конечно, точно так же и деньги бросают, точно так же и хлеб кладут, и, значит, такие вещи бытовые тоже кладут, но немножечко стол стал более современным. Вот, кстати, когда уланчику нашему отмечали прямо на столе, эти, внук мой со своей женой там написали на английском, английскими буквами, happy birthday to you, там, его портрет украсили. Ну, в общем, вот так отмечают годик ребенку. А торжество само-то? Торжество, конечно, они тоже здесь, в Корее, тоже не заморачиваются, потому что вот в современных условиях, вот, например, возьмите нашу квартиру, наша квартира тоже большая, ну, кому охота вот это париться, все это готовить, это вообще невозможно. И поэтому они тоже, конечно, заказывают где-то, делают заказ, где-то рестораны, приходят туда люди, гости и, значит, отмечают все это дело. Как пяти называются рестораны? Как они называются? Пупе. Ой, вылетело из головы. Пупе. Пупе называется. Это вот, например, хозяин, 100 человек пригласил гостей, если 100 человек, я возьму так, он платит за каждого приглашенного хозяина отдельно. Я помню, первые годы мы ходили, когда в эти пупе, даже были такие пупе, где за человека платили 20 тысяч. И заходят туда, и, значит, там такое множество блюд, глаза разбегаются. За эти 20 тысяч ты можешь есть сколько хочешь, что хочешь, но говорят, что нельзя, в общем, это набирать много и оставлять, ну, жадничать нельзя. Если ты уж набрал, ты должен это все есть. Но подходить к столу, вот к этому, вот где эти блюда все расположены, можно сколько раз, сколько хочешь. Съел, еще раз подходи, съел, еще раз подходи. То есть сейчас, конечно, за 20 тысяч уже такой цены нет. Намного все подорожало, конечно. И я помню, там не только первые и вторые блюда, национальные блюда, десерты, там, фрукты, напитки, в общем, глаза разбегаются. Вот таким образом тоже отмечают годик ребенку. И покушали все, разошлись по домам, да, и все. А у нас, значит, вот для того, чтобы снять ресторан, это много денег надо заплатить. Нет, у нас как? Кушают и уходят? Или нет? Где? А, в Казахстане? Да, конечно, у нас там покушали, музыка орет, невозможно с соседом друг с другом разговаривать. Потом, значит, они взяли моду сейчас, конечно, даже приглашают артистов. Значит, выступают там, поздравляют, выходят люди один за другим, поздравляют, желают. Ребенку, в общем-то, годик исполнился, но больше пожеланий, конечно, и ребенку, и родителям желают и так далее, и так далее. Здесь совсем по-другому. Да, здесь просто отметили, покушали. Отметили, покушали и разошлись, да. То есть как-то здесь, ну, попроще, что ли, попроще. Вот, но хочу сказать, что и здесь, и у нас в Казахстане годик отмечают обязательно. Это только если в исключительных случаях, если там мать-одиночка, там, или вот, ну, нет у нее свет, да. Но как-то по-бедному, но все равно отмечают, считают, что это святое. Перейдем теперь дальше, я вам сказала, вторая дата – это свадьба. Друзья, вот если взять наши корейцы, они там у нас, ну, как, свадьбы проходят традиционно, в европейском, что ли, так сказать, стиле. Ну, они уже из дому едут в свадебных нарядах, регистрируются, да. И потом, значит, регистрируют их, и потом могут ехать где-то гулять, потом едут в ресторан, где заказано заранее, да. Здесь же совсем по-другому. Здесь вот сколько мы живем, мы ни разу не видели, вот я лично, ни разу не видела вот эти эскорт целый свадебный, допустим, чтобы… Да, там обязательно едут, сигналят, и вот эти кольца там, ну, видно, что это свадебный кортеж едет. Здесь совсем по-другому отмечают. Дело в том, что здесь отмечают так. Молодые, значит, первая церемония, конечно, она тоже в таком более европейском стиле. Проходят это специальные, здесь есть такие, у нас там ЗАГСы, а здесь есть целый комплекс такой, где приглашают молодых родственников, там они регистрируются, и проходит вся эта церемония. Значит, сначала жених с невестой, они едут туда, вот буквально просто, ну, в своей, конечно, праздничной одежде. Ну, обычная. Ну, домашняя, ну, такая обычная одежда. Потом, значит, они там одевают свадебный наряд, и жених, и невеста. Могут там воспользоваться, да, макияж, там могут причесать их, и так далее, и так далее. Все им там именно вот это все накладывают. Накладывают это все. И проходит обряд, значит, церемония бракосочетания, там их регистрируют. И, ну, таким образом их зарегистрировали, и потом обязательно они переходят в европейском свадебном платье, в этих костюмах, жених, допустим, невеста в таком обязательно белый наряд. Вот, и потом, когда их зарегистрируют здесь, они переходят в другой зал. В другом зале там уже переодеваются в национальную одежду. Что там обязательно? Национальную одежду обязательно одевает, это вот корейская национальная одежда. И мужчин, и жених, и невеста одевают свадебные вот эти наряды. И там, значит, говорят даже, что такая церемония есть вот традиционная, да, ритуалы, несколько ритуалов они там, в общем, проходят. Так, например, один из ритуалов, конечно, странноватый, жених и невеста друг друга из маленьких таких этих рюмочек друг друга поят водкой. Ну, наверное, что-то напитком, что-то это обозначает, наверное. Вот, потом, значит, есть такая традиция, жених берет невесту себе на плечи, и там ему на спину, и сколько-то кругов ему дается задание пройти с невестой. Вот, и вот таким образом, значит, их посвящают, жених и невеста стали мужем и женой. Потом, значит, в этом комплексе, далеко не надо ехать, в этом комплексе есть тоже так называемый пупе. Банкетный зал, да, банкетный зал, куда были все гости приглашены к такому-то времени, переходят туда и там, в общем, они выпивают, кушают. И после этого, когда, значит, все насытились, поздравили, после этого, значит, гости расходятся по домам. Тут нет такого, чтобы молодежь куда-то, жених и невеста куда-то поехали, там, по городу. Говорят, что многие потом едут в свадебное путешествие. Точно так же молодым дарят деньги, ну, кто-то много, кто-то мало, родители, конечно, тоже к этому готовятся. Вот, и многие едут в свадебное путешествие. Нет таких застольей тут, не устраивают прямо, как у нас там устраивают. Вот, и вот так проходит, в общем, церемония бракосочетания. Это вот, ну, вторая веха в жизни корейца. И, наконец, плавно мы перешли к третьей вехе. Я вам уже говорила, что раньше люди, здесь очень был маленький срок жизни, они мало здесь жили и радовались, когда человек доживал до 60 лет. И, конечно же, они не могли это событие, да, праздник был для них, они не могли это не отметить. Что я вам хочу сказать? В настоящее время Корея – это страна долгожителей. Здесь очень многие живут и в 80, и в 90, и до 100 лет. И, да, и как мне дочь говорит, что вот если идет вот эта женщина-старушка, на вид ей, ну, буквально, наверное, я бы могла лет 70, она говорит, да, ей уже все 90 лет, вот так они хорошо тут выглядят. Как вы, вам тоже не дают пусть. Да, спасибо. Спасибо. И вот, значит, сейчас, конечно, это страна долгожителей. А раньше вот они радовались, что они до 60 лет дожили. Как же проходит это? Называется это 60-летний юбилей. Вот. Ну, у нас в Казахстане тоже, конечно, по традиции отмечают, считают, что это нужно. Особенно считается, что дети, они должны своим родителям обязательно этот юбилей справить. Есть, если дети, допустим, много, то они, конечно, все складываются, отмечают. Хоть один ребенок, все равно он обязан своим родителям этот юбилей отметить. Я помню, в 96-м году, когда моему мужу исполнилось ровно 60 лет, а это были для Казахстана такие страшные годы, но мы все равно папе нашему отметили. Но мы как отмечаем? Мы тоже, конечно, мы не стали дома там, а где-то на заводе, помню, столовая была, наняли там все, и там они нам все приготовили, но мы отметили. Я считала, что, и дети мои считали, что это святая наша обязанность отметить, хотя это были тоже очень непростые годы. Точно так же здесь вот в Корее тоже отмечают. Отмечают как? И там, и здесь, значит, собираются все родственники, ближайшие родственники, друзья собираются. Я помню, когда мы мужу отмечали, его брат жил тогда в Кустанае, он даже приехал. Считается, что это такое событие, что это обязательно надо. Родственники издалека, из других городов приезжают обязательно, я знаю, даже из других стран приезжают. Считают, что это вот такое, ну, нужное, что ли, событие. Здесь точно так же отмечают юбилей 60 лет, тем более, видите, как вот наши соотечественники переехали туда, сохранили эти традиции. Здесь тоже, но здесь, конечно, я вам хочу еще раз тоже сказать, что в таком вот широком понимании рестораны, там вот как у нас там, с музыкой, с танцами, здесь тоже этого нет, здесь тоже все очень скромно, да, ну, каждый, конечно, по своим карманам отмечает, и тоже приезжают родственники, поздравляют, подарки, и тоже все в конвертах. Самое главное какая? Какой ритуал? Да, да, вот это я забыла сказать, что и там, и здесь самый главный ритуал. Дети, значит, обязательно выходят к юбиляру, дети со своими детьми, например, вот если сын, он обязательно со своей женой и со своими детьми выходит к юбиляру, становятся и отбивают поклоны, так называемые, вот, и по старшинству, старший сын, потом дочка, потом там еще младший и так далее, и так далее. По желанию могут и племянники тоже, ближние родственники тоже могут, значит, кланяться юбиляру, вот. Вот таким образом. Здесь тоже кланяются, здесь кланяются, и причем, вы знаете, видите, кланяются не просто вот так вот в пояс поклонился, а они прямо до самой вот на землю опускают на колени, да, садятся, и вот так руки складывают прямо на землю, вот так, и вот так юбиляру кланяются. Это здесь тоже сохранилось, вот таким образом. Но опять-таки, хоть живут и до 90 лет, но в 60 лет обязательно это отмечается. Вот таким образом. Ну, хочу сказать, что кое-что, конечно, изменилось в традициях, но кое-что все-таки осталось. Вот таким образом проходят эти три жизненные вехи в жизни любого корейца или кореянки. Вот так. Ну, если я на ваш вопрос ответила, если вам все понятно, пишите нам, ставьте лайки. Пока-пока, до свидания.